Здравствуйте! Это перед вами цитрус минеола. Вот такие вот лодики. Где-то оставил один, чтобы почувствовать ягоду и определиться с сортом. Растение здесь половина земли, половина дренажа. Сейчас мы срежем плодик и заодно, когда ослабла нагрузка на корни, то есть растение не плодоносит, не цветет и не растет, его пересадим. Пересадим вот такую баклажку, уже почти двухлитровую. Опять же насыпем дренаж, красный битый кирпич. Здесь вот отверстия круглые для выхода лишней влаги и даже корней. Не страшно, если они вылезут, потом можно будет легко через такие большие отверстия вытянуть растение. И сюда вот ставим пленочка такая, двойное дно, чтобы легче вытаскивать. Я на это сейчас покажу. Так, отрезаем плодик. Вот он такой плодик минеола. Здесь вообще у нее такой небольшой выступ есть, маленький, но может на следующий год посмотрим, будет чуть больше. Так, хорошо. Плодик оставляем и начинаем пересадку. Это наша бирка к солнцу показывает нам. Разбираем растение. Это было маячок, чтобы плодик поддерживало. Убираем его и приготовим сейчас красный битый кирпич. На дно уложим покрупнее. Вот так вот. Потом сверху чуть меньше. трамбуем. И сверху можно чуть мельче засыпать, чтобы земля засыпалась в первое время. Так, есть. И, как всегда, одна часть перегноя, одна часть дерновой земли, одна часть песка. Все это аккуратненько перемешиваем. Ложкой засыпаем и ложечкой чуть-чуть притрамбовываем. Так, это есть. Вытаскиваем растение. Вот оно двойное дно. Смотрите, как легко. Буквально переворачиваем. Раз, высыпали. Так, у нас есть специально для таких старый кирпич. Раз, отпала. А за это можно держать растение. Теперь пленочку аккуратненько снимаем. И очищаем от старых кирпичей. Вот так вот. Видите, вот они отпали. Все. Растение готово к пересадке. Буквально можем чуть-чуть подсыпать, потому что земли мало. Немножко добавим. Вот так вот. Две ложки. Главное, чтобы когда мы пересадим, мы корни не трогаем. Видите, корни. Чуть-чуть подворачиваем. Вот так вот. Поправляем, подворачиваем, ставим и вокруг засыпаем. земля должна быть свежая. Песок можно использовать без глины. Обычно идет песок для бетонирования. Он так и называется. Мытый. Глина нам не нужна. У нас должен быть одна часть перегноя. Одна часть листового перегноя. Одна часть дерновой земли. Дерновая земля это земля, так что на лугу. Освобожденная от корней. Она уже это. Вот. И вот так вот пачка вокруг стенок это. Растение осталось полить. Все. Пересадка сделана. И обязательно поставить бирка направление к солнцу. Там, куда надо падали лучи солнца. Она пойдет расти. Немножко дерево. Видите, просится ее вот так вот это. Веточка упор делается, как плечо. Она держит. Поэтому мы с этой стороны таким образом и поставим наш маяк. И сделаем натяжение. Все. Растение пересажено. Плодики были несколько. Я оставил один. Сейчас мы ее будем дегустировать. Растение желательно обязательно утром и вечером вот так вот брызгать. Для чего? Чтобы корням легче было. И полить. Здесь оставлено специально для воды. Где-то на 100 грамм воды. Можно, чтобы было заливало. Когда земля после полива усядет. Мы потом еще раз подсыпем. Немножко усядет. Мы подсыпем. И будем ждать уже урожая. Здесь вот начинают первые бутоны. Вот они, бутончики. Вот они беленькие такие. Беленькие точечки. То есть растения собираются цвести. До Нового года осталось 4 дня. Поэтому на Новый год не получим. Но недельки через 2-3, может 4. Пускай растение цветет. Листочек поправим. Все. Желтый. Похожий на лимон. На вкус сейчас не скажу. Спасибо. Спасибо.